Приветствую! На сегодняшнем занятии мы рассмотрим функцию поиска позиций и все, что она делает, так это возвращает порядковый номер ячейки в диапазоне данных. В данном случае в столбце. Как видите, зеленым обозначен у нас массив, столбец, и желтым у нас обозначена ячейка, номер которой нам нужно будет найти. На практике это будет выглядеть следующим образом. У нас есть какое-то наименование в таблице Менделеева, и для того, чтобы найти его порядковый номер, мы будем пользоваться функцией поиска позиций. Ставим искомую ячейку, выделяем диапазон данных, Ctrl-Shift вниз, зажимаем F4, фиксируем диапазон и ставим тип соответствия 0. Нажимаем готово и протягиваем. Проверяем на примере магния порядковый номер. Да, все верно. То есть функция отработала правильно. Второй способ написания этой функции это нахождение порядкового номера в строке. В данном случае у нас зеленым выделена строка, в которой нам нужно будет найти номер желтой ячейки. К примеру, есть задача найти порядковый номер региона при помощи функции поиск позиций. Для этого вводим функцию поиск позиций, указываем значение, которое мы хотели найти, выделяем диапазон данных, Ctrl-Shift вправо, и указываем тип соответствия 0, точное соответствие. И получаем данные. Вот у нас получились данные и давайте проверим. Номер 6. Да, это действительно Республика Ингушетия. С вами был Полянский Алексей. Всего вам доброго. До свидания.